Об этой трагедии не поведала мама с печалью в великой глазах. Колхозам нужна была помощь, и многих срывали с работы, везли за город на поля. Отец ушел на работу, собиралась и мама, оставляя на хозяйстве свекровь с маленьким сыночком. Его звали Сережа. О, если б ведал кто и знал, как в это хмурое, пасмурное, тревожное утро ей так не хотелось уходить. Но работа есть работа. Как и всех коллег, привезла ее машина за город и уехала. И началась прополка. Тем временем Сережа плакал. Видно, кушать хочешь, подумал о след крови. Потерпи, внучок, скоро тебя накрою. Сварю-ка я борщ. У нас большая семья. Возьму кастрюлю побольше. Какая прополка, мать в поле бригадира просила, молила, отвезите меня домой, чую, в доме будет беда. Ну, где я тебе в поле машину найду? Она приедет лишь в четыре часа, ответил. В сердцах бригадир. О, Боже, бежать, ну куда? Не успею, дай крылья мне, Боже, взлететь, как птица. Плита раскалилась, и борщ закипел. Ребенок тянул свои ручки в кастрюлю. Кушать хочешь, малыш? Потерпи, мой родной. Скоро сварится борщ. И свекровь зачем-то отвернулась. Обезумела мать, может, зря так рыдаешь, Говорили маме, пытаясь утешить подруги. Скоро будет машина. Ожидание минуты превратились в года. Вечной болью и муками стали. Отвернулась кровь. Но зачем и куда? Потянули ручонки кастрюлю к себе. И упала она, кипятком малыша обливая. На крик и шок спохватила свекровь. Повернулась, обомлела. Присела от шока, не зная, что делать. В поле машина пришла. Мать просила, умоляла шофера, быстрее виси. С ребенком беда. На нее смотрят все со слезами. Где мой малыш? Где мой малыш? Как увидела мать малыша, обомлела. У нее на руках он стонал, умирал. Спасите мне сына. Спасите мне сына, говорила врачам, умоляла. Медицина бессильна, сказали врачи. Не довезем. Слишком поздно нам позвонили. Прощайтесь. О небеса, помогите. За что же вы так наказали? Меня заберите, я уже пожилую. Но оставьте дитя жить на свете. Где ж ты была, свекровь? Смотрела куда? Ты не борщ. Ты мне сына сварила. Услышав это, свекровь потеряла сознание. На шатре валерьянки шептали врачи. Пятнадцать минут пролетели, как миг. И малыш вдруг затих. И народ зарыдал. Перестаньте, сказала все мать. Он не умер. Он просто заснул. До этой трагедии на нашей улице у нас был первый телевизор. Соседи приходили, смотрели кино. Также был первый мотоцикл. Отец не любил алкоголь до тридцати лет. И не пил даже пива. Может, после этого случая запил. И пошло, и поехало. Водка, вино, все равно. Он глушил пиво, как воду, литры. Загулы, ссоры, пьяные драки, дебоши. Восемнадцать велосипедов по пьяному делу пропадали. Кончилась смейная спокойная жизнь. Рад старший Владимир, на шесть лет старше меня, Помнит больше плохого, чем я. Так с тех пор и не влюбил отца за это. И не простил его до сих пор. Молва разлетелась по округе. Многие пытались утешить маму. Но зря. Мама почти каждый день со слезами ходила на кладбище. Просила, молила всех святых вернуть ей сына. И это продолжалось не день и не два, целый год. Стали шептаться вокруг. От горя помешалась бедняка. Однажды был тихий вечер. В доме была только мама. И как прежде молила все свое и плакала. Вдруг проявилась, появилась женщина в черном. Положила руку ей на плечо и сказала. Твои молитвы услышишь? Хватит плакать. Не надо слез. Он и так в воде. Я тоже сына теряла. Будет тебе сын. Зайдешь в соседнюю комнату. Увидишь младенца. Спросишь, кто он. И как его имя. Какое имя скажешь, Таким и назовешь сына. Затем она как будто сквозь стен прошла. Исчезла. Растворилась. Мама сделала все, как велели. Зашла в соседнюю комнату. Увидела младенца на кровати. Спроси, ты чей? Я ваш. Ответил малыш. А как тебя зовут? Сережа. С тех пор мама успокоилась и забеременела. Насил меня под сердцем всем говорила, Что верну к небеса ей то, что потеряла, и гудит сын. Ведь в те времена не было УЗИ, компьютеров. Но она твердо знала, кто родится. Хотя не раз слышала в ответ. Откуда ты знаешь, может, будет девочка? Нет, знаю. Мальчик, чем мама сеть. Так я появился на свет. Точная, вылитая копия, Сережа. А может, и не копия. Может, просто воскресили чужим образом. Как говорила мама, В первую очередь высшие силы отвечают на молитвы матери. Вот и ответили. Хоть и долго ждала, Но ответили. И решили ей сделать подарок судиши.